Надо понять одно, опять же говорю чистую правду, все, что касается чемпиона мира стать, или чемпиона даже России, уже не говоря об Олимпиаде, это, конечно, все гонка фармакологии. Это 99%, это государственная политика Америки, Китая, Германии и прочих стран. Здесь надо понимать, что самый высокооплачиваемый человек в команде – это доктор. Спортсмены даже могут не понимать, что им дают, но я тот человек, который и сам принимал огромное количество препаратов и моих друзей, я все это прошел. Я не теоретик, я практик, я понимаю, что это такое. Невозможно, невозможно, невозможно. Поверь мне, даже в шахматах есть те психотропики, те препараты, которые дают концентрацию, которые дают уверенность в победе. И чтобы люди не говорили, чтобы с экраном не говорили – да мы, да никогда, да вы что, да вы что. Но мы с тобой видели буквально после летней Олимпиады, когда практически все чемпионы Америки, та же легкая атлетика, та же гимнастика, были их интервью, где они говорили – да мы за чистый спорт, да ничто. Сестры Вильнюса – это же их слова, когда мы никогда, да вы что, да мы. А на самом деле, видите, оказывается, все по-другому. Это доказывает не то, что там это вранье, это доказывает о том, что те результаты достигаются только анабориками и стероидами. Продолжение следует...